В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты, информационные службы и я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. 9 декабря в Киеве началось заседание высшего антикоррупционного суда по делу о сокрытии доходов мэром Одессы. Геннадий Труханов опустился до оскорблений в адрес участников траурного митинга памяти жертв пожара в Одесском колледже. У жителей дома, проживающих на улице Польской, перекрыт доступ к внутридомовым коммуникациям. Традиционная благотворительная рождественская ярмарка состоялась на морском вокзале. В Одессе шестой день продолжаются поисково-спасательные работы. В результате масштабного пожара в колледже, по последним данным, погибли 12 человек. Еще 30 человек пострадали, а четверо остаются пропавшими без вести. 9 декабря в Спасо-Преображенском соборе простились со скончавшимся вследствие масштабного пожара спасателем Сергеем Шатохиным. Редакция телекомпании Круг выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. 9 декабря в Киеве началось заседание высшего антикоррупционного суда по делу о сокрытии доходов мэром Одессы Геннадием Трухановым, сообщают одесские СМИ. Напомним, что Геннадий Труханова подозревает в недостоверном декларировании имущества. Обвинение настаивает на фиктивном разводе с женой. Коллегия судей не удовлетворила просьбу Геннадия Труханова не показывать видео на открытом заседании в присутствии журналистов. Оказалось, что в Эллинге экс-супруги хранятся вещи Труханова. Там же в сейфе хранятся пистолеты и патроны к нему. Также детективы НАБУ во время обыска достали из сейфа черный пакет с деньгами по информации СМИ всего 300 тысяч долларов США. Во время обыска Геннадий Труханов неоднократно подчеркивал, что не живет в этом доме, разведен с супругой. Его некоторые вещи хранятся здесь, якобы потому, что в его доме идет ремонт. Сторона обвинения предположила, что Геннадий Труханов и его экс-супруга на самом деле живут по-прежнему с семьей. Одесская мэрия занялась подозрительной благотворительностью. Объявлено о сборе материальной помощи пострадавшим на пожаре в экономическом колледже. Но распоряжаться средствами будет городской голова. Заместитель городского головы Павел Вугельман обнародовал счет для перечисления средств в целевой фонд муниципального бюджета. Но заниматься благотворительностью напрямую по закону городской совет не имеет права. А средства целевого фонда можно расходовать на любые цели социально-бытового назначения, исполнение программ социально-экономического и культурного развития города, на мероприятия по обороне и мобилизационной подготовке и другие бюджетные проекты. Куда именно пойдут пожертвования, своим распоряжением определяет городской голова. И, следовательно, деньги лучше передавать в руки самих пострадавших или родственников. Их легко найти в больницах или через администрацию колледжа. Для недоверия чиновникам мэрии есть и другое основание. Незадолго перед объявлением о сборе денег в мэрии заявляли, что пострадавшие обеспечены всем необходимым. Оказалось не так или нас обманывают, чтобы получить деньги? Геннадий Труханов снова взялся учить народ нравственности и культуре общения и, как обычно, делал это своим особым методом. Достаточным поводом для поучения народа господин мэр счел общественную акцию «Халатность убивает» возле сгоревшего здания экономического колледжа. Чьи дети будут следующие? Чьи дети будут следующие? Я только этот один вопрос сейчас задаю. Это не какая-то политическая заказуха. Это ребята-студенты. Вышли и просят обеспечить им безопасность жизни в нашем городе. Одесситы выдвигали вполне обоснованные требования к власти. На время проведения следствия должен был быть отстранен от исполнения своих обязанностей глава Одесского министерства чрезвычайных ситуаций. Федорчук, установите термины следствия и не затягивать его. Немедленно провести независимую пожарно-техническую экспертизу. Мы хотим, чтобы незамедлительно были проведены реальные проверки на наличие нарушений пожарной безопасности в вузах Одессы, школах и общественных местах. Были высказаны и конкретные упреки непосредственно в адрес городского совета во главе с мэром. Несмотря на то, что, например, вот то же самое здание, оно находится на балансе, фактически находилось министерство образования, вот, и оно там государственное, но тем не менее, по поводу безопасности одесситов, которые там находятся, тоже можно было задуматься. И, допустим, предусмотреть в программе безопасности города Одессы пункт о том, чтобы как минимум обеспечить материально-технические пожарников, как минимум решать вопросы вот таких вот исторических зданий в центре города. Все это можно предусмотреть деньги. Реакцию одесского мэра мало назвать агрессивной. Это оскорбление всех участников акции. Именно фальшивая мразь, иначе ее не назовешь, которая сегодня еще не нашли, мы не дали ответы родственникам, что случилось с их детьми или родными и близкими, они здесь делают митинги. Залетные мерзавцы, которые приехали сюда и решили здесь за деньги, которые им там платят, хозяева, телеканалы и всех остальных, будоражить, поднимать на уши Одессу. Такого не позволял себе еще ни один городской голова по всей Украине. И почему-то именно сейчас гражданин Труханов заговорил о нравственности. Когда его подчиненные запустили в эксплуатацию лагерь Виктория и по преступной халатности чиновников погибли дети, наш мэр не захотел взять на себя ответственность за трагедию. Ответственность хотя бы моральную. И если уж судить по совести, тогда он должен был подать в отставку вместе со своими нерадивыми соратниками. О какой морали в нашей мэрии можно говорить, если в день траура по погибшим на пожаре чиновники готовятся к празднику. Посередине дереваторской установили новогоднюю елку. А увеселительные мероприятия, включая даже концерт, продолжали проводить. Без сомнения, городские начальники образец нравственности. И прежде всего, мэр Одессы. Мэр Одессы проявил хамство и неуважение к волонтерам, которые дежурили возле спасателей, пострадавших на Троицкой на месте пожара в Одесском колледже. Мэр Одессы Геннадий Труханов побывал на месте трагедии, которая произошла на улице Троицкой в экономическом колледже. Но волонтеры, дежурившие там трое суток и помогавшие спасателями пострадавшим от мэра, так и не услышали слов поддержки. Скорее наоборот, он им нахамил, перейдя на личности. Так волонтеру Дмитрию Жмуре он поначалу тыкал, а затем почему-то еще и предложил похудеть. Мужчина не прокомментировал такое отношение Труханова. Так как считают, что важнее сейчас от властей получить конкретную помощь, объединить усилия, а не играть в политические игры и пиариться на пепелище. Ну а что касается хамства и неуважения, которые, кстати, наш мэр проявляет по отношению к людям не впервые, то может быть лучше вместо того, чтобы возить якоря и ездить на форумы, городскому голове не помешало бы повысить свой культурный уровень и посетить, к примеру, курсы по этикету. Уже пора. Воронцовскую колоннаду снова ремонтируют. И это после того, как ее реставрировали на протяжении долгих двух лет, вложив более 40 миллионов гривен на восстановительные работы. За два года реставрационных работ Воронцовской колоннады Одесская мэрия потратила 40 миллионов 866 тысяч гривен. Открыли полностью восстановленную колоннаду в августе этого года. И выглядела она так, как была построена для Михаила Воронцова. Но недолго колоннада простояла в своем нетронутом виде. Сейчас рабочие снова занимаются починкой колоннады. И это не закрашивание надписей на белых колоннах, которые появились почти сразу. Они работают на высоте с самой удаленной частью колоннады. На что уходят бюджетные средства на этот раз. У жителей, проживающих в доме номер 9-13 по улице Польской, перекрыт доступ к внутридомовым коммуникациям. Состояние жилого здания, под которым располагается бомбоубежище, стратегический объект государственного значения, сейчас находится на грани катастрофы, так как одни и те же проблемы, с которыми постоянно сталкиваются жильцы дома, не устраняются соответствующими коммунальными службами. Одесситка Татьяна вместе с соседями по дому уже десятилетиями пытается обратить внимание Управления городского коммунального хозяйства и органов местного самоуправления на проблему, которая может привести к катастрофе, если ее не решить. Я не могу ни канализацию, я не могу ни унитаз поменять. То есть я даже воду элементарно, если топится говном, значит я топлюсь прямо туда. Мы не можем ни поменять воду, мы не можем ни поменять ни канализацию, то есть они вообще не идут ни на кикете. Значит в 96-м году, как последний раз, мы меняли трубы, вот так эти трубы и стоят. Пару недель тому назад у меня просто с ванной оттекла напором вода. Вот мы с горем пополам, с ЖЭКом завели какие-то трубы, то есть с той стороны, со стороны польской мы трубы вообще не можем завести, потому что люки замурованные. То есть трубы с 54-го года, трубы у нас лежат, а поменять мы их не можем. Там уже квартира, вот посты, весь дом, вся парадная, то есть все идет в трещинах. Там зайти невозможно, там все плесенью выедено. Дело в том, что по словам Татьяны и судя по документам, которые она нам предоставила, под домом располагается бомбоубежище. Бомбоубежище с нашей парадной. То есть все остальное, вот это вот, вот эта вот территория, где находится канализация, это все, это просто отмытая территория, наглую, забранная 20 лет. И теперь жильцы дома вынуждены, мягко говоря, терпеть неудобства из-за того, что в свое время им перекрыли доступ к внутридомовым коммуникациям. Татьяна рассказала, что пыталась выйти на диалог с, так сказать, владельцем стратегического объекта государственного значения и готова была за свои средства произвести ремонтные работы, если тот, в свою очередь, откроет доступ в помещение. И вдруг решением суда 5 апреля 2001 года бомбоубежище становится товарищем. Вот документы, вот все. Вот решение суда, вот одно, вот продолжение, вот. Там были компрессора стояли, то есть это все уничтожили. Ребята собрались там сделать фитнес-код. Вот документы. Во-первых, нет никакого доступа к владельцам тех офисов или квартир, как это называется, нет ничего. У ЖЭК тоже без помощи. Ну как это так? Жилой дом, и здесь поселяется неизвестно кто, неизвестно чем занимается. А мы только страдаем. У нас горели кабели, вот. Мы тоже не могли к ним пробиться. 44 тысячи мы собрали и сверху, донизу меняли основной кабель. Электричество горело ночью. Но дома уже сколько лет? Он 68-го года, по-моему. Представляете? И все это вот, ну это же немыслимо. Ну, к кому обращаться? К кому обращаться? Да. Пока еще не было вот этих вот частных компаний, или как их называть? Еще как-то с жильцами, то ли по-хорошему, то ли с уговорами, то ли с руганью. Но мы делаем все сами. Мы меняли трубы. И сейчас вот Татьяна занимается. Везли вчера новые трубы, а доступа нет? А доступа опять нет. Хозяин живет неизвестно где-то за границей. Тут какое-то уполномоченное лицо к нему тоже. Она, ну кто она? Кто она? И как ее зовут? Ее никак. Он команды дает оттуда. И никто ничего, ни жилые управляющие, ни в горсовете. Они уже там нас всех знают, этот наш дом. Мы без конца туда звоним. Жители комментируют, что если городская власть не следит за стратегическими объектами государственного значения, причем военными, то они готовы самостоятельно навести порядок, по крайней мере, на уровне ЖКС. Так как безопасность превыше всего, и к слову, по словам проживающих, в доме отсутствует пожарный гидрант, которого они также долго добиваются. И исходя из вышеперечисленных обстоятельств, неужели непонятно, что это мина замедленного действия? Или что еще должно произойти в нашем городе, чтобы расшевелить коммунальные службы? В минувшие выходные на морском вокзале состоялась девятая благотворительная дипломатическая рождественская ярмарка. В ней приняли участие аккредитованные в Одессе генеральные и почетные консульства 27 стран. В выходные в здании морского вокзала состоялась девятая благотворительная дипломатическая рождественская ярмарка. В этом году средства, собранные на ярмарке, планируют направить на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких «Близар» для Одесского городского родильного дома номер один и специального оборудования системы обогрева пациента на гелевой пластине для Одесской областной детской клинической больницы. Эта система важна для поддержания оптимального температурного режима пациента во время длительных оперативных вмешательств, особенно новорожденных детей и детей, находящихся в тяжелом состоянии. Как рассказал генеральный консул Грузии в Одессе, турники Берикашвили к ярмарке в его дипмиссии готовились очень серьезно, а национальные блюда готовили сами сотрудники. Это уже моя третья ярмарка, и как всегда очень людно, как всегда мы помогаем в этом начинании, потому что благотворительность – это самое главное, что может человек через ней. Я очень рад, что собранные деньги все пойдут на аппаратуру, ту аппаратуру, которая поможет маленьким детям. Все вместе работаем, потому что нужно не только продать это все, нужно выглядеть эстетично все и хорошо. Мы стараемся всегда. Организаторы – аккредитованные в Одессе дипломатические миссии Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Китая, Польши, Румынии, Турции, Австрии, Латвии, Германии, Кипра, Казахстана, Франции, Израиля, Литвы, Сирии, Словакии, Словении, Южной Африки, Республики Кореи, Норвегии, Перу, а также миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине. В течение восьми лет числе организаторов – генеральный консул Румынии Эмил Рабча. Я продолжаю традиции. Не только я, а все дипкорпусы, которые опять показывали свою солидарность, дружбу, отношение между нами и к одесситам, и украинцам. Потому что это знак уважения украинцам. Это и праздник. Просто это, как я сказал сначала, имеет очень благотворительную цель. Мы будем собирать деньги для больницы, особенно для детей, для будущей нашей украинцам, нации, Африи, в общем, в мире. А, к сожалению, в этом несколько лет назад произошло очень серьезную трагедию здесь, в Одессе. И это были очень рядом наши консулы. И поэтому я считаю, что теперь наша благотворительная ярмарка показывает опять, что нужно. Наша цель – не случайно обратиться на область здравоохранения. Потому что здесь нужна модернизация, нужно помогать людям. Пока не сообщается о собранной сумме, но помимо реализации национальных блюд, сувениров, печатной продукции, благотворители внесли значительные вклады в рождественскую корзину. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию синоптиков о погоде. Я вам желаю только хороших новостей. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 10 декабря в Одессе переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 11-13, выше нуля. Субтитры создавал DimaTorzok